Громкое самоубийство в Нидерландах покончила с собой депутат Горсовета Гааги, которая жаловалась на угрозы и насилие со стороны мусульман. О чем идет речь и как отреагировали местные власти мы узнаем от Елены Абрамович. За два дня до самоубийства депутат Гаагского Горсовета от ультраправой партии Свободы выложила в соцсеть Facebook видеообращение. В нем рассказала об изнасиловании, которое случилось год назад. И в угрозах свой адрес в эти дни. Я просто хочу, чтобы мир узнал правду. 15 марта 2017 года меня похитили, изнасиловали и угрожали мусульмане. Потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. После того, как это произошло, я никому не сказала. Я просто провела дебаты на следующий день. Ей угрожали недавно, что перережут горло, заявила Вилли Дилли. Переживает за родных и детей, поэтому идет из политики, сказала она. Попутно обвинила коллегу организации изнасилования. Якобы его имя упоминали нападавшие. Тот теперь подумывает подать иск за клевету. Учитывая серьезность обвинений, голландские СМИ не спешили распространять видеообращение. А в полиции сообщили, заявлений об изнасиловании не поступало. В прошлом, а также недавно мы контактировали с миссис Дилли, обсуждали изнасилование и угрозы. Мы указали на способы подачи заявления, но она этого не сделала. По этой причине мы не смогли начать уголовное расследование. Родные сообщили о смерти Дилли в среду. Премьер Нидерландов Марк Рюттен написал в твиттере, что шокирован. А мэр Гааги досрочно вернулась из отпуска. Дилли, которая регулярно получала угрозы, обвиняла городские власти и полицию в бездействии. Ее однопартийцы тоже на это намекнули. С тревогой и большой скорбью мы восприняли внезапную смерть нашей коллеги и прежде всего друга Вилли Дилли. Она не могла больше терпеть того, что с ней произошло и особенно как на это отреагировали. Но мы продолжим ее миссию, поэтому ее смерть была не напрасной. Дилли было 53 года полжизни. Она работала с людьми с инвалидностью, была замужем и имела четырех детей. В соцсетях часто высказывалась против мусульман. Два с половиной года назад написала, что мусульмане с атомной бомбой должны быть уничтожены. После чего ее обстреляли. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Индар.